окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате грей даун запасайтесь булками готовте лимонад друзья мы продолжаем прохождение этой игры и данную серию я записываю уже после того как у меня полетел жесткий диск а то есть на новом диске на новой операционной системе теперь у меня десятка стоит мне пришлось заново настраивать запись и пока я это делал я много здесь кругов наворачивал тестировал я заметил что мы кое-что упустили но видимо по моей невнимательности и здесь мы уже с вами видели гробы которые лежат в такой вот тележки такой повозки я как-то не заметил вот этот камень здесь у нас икона есть отлично я правда не помню сколько нам вообще икон нужно найти сколько мы уже нашли в принципе мы ведь можем вернуться обратно и посмотреть но я думаю не стоит будем просто повнимательнее ходить там в домике мы находили икону я помню так давайте на зиму переключимся чтобы попасть в приют маленький принц такс куда пойти ох как сделано классно смотрите мы можем видеть их через стекло детей но на самом деле их там нет то есть это как будто воспоминания то есть фантомы их не а этот ребенок мальчик видимо не исчезает хорошо о кукла мы ведь куклы собираем кстати говоря это уже третье у нас дорогая мама это первое письмо которое я тебе пишу я так счастлив здесь я ни за что не покину это место я всегда играю с другими детьми вчера мы нашли новую магическую формулу которая может менять окрас цветов я люблю тебя мам магическую формулу я и александр что означает магическая формула причем здесь магия так сюда мы не выйдем так с ним нужно что-то сделать шприц может быть мы должны ему лекарства уколоть знаешь это совсем не смешно это всего лишь игра приступай то есть реально просто уколоть ему шприцом лекарства почему как бы шприц так свободно лежит где же колпачок как бы дезинфекция какая-нибудь они просто так на столе лежит шприц с открытой иглой как-то это может быть так и надо наверное в игре это начало двадцатого века в принципе ладно давай а нет повернись к нам задницей мы тебе уколем нет кажется ты начинаешь понимать это было еще одно испытание теперь тебе нужно найти семь игрушек и принести их мне взамен я дам тебе имена семерых детей которых ты должен найти все куклы разбросаны по дому семь кукол у нас есть три вот это четвертая кукла хорошо это понятно а вот по поводу почему мы укололи себе может быть это не лекарство было один шприц пустой один полный был да так же само здесь пропадают это получается кухня там что-то готовится даже так это что-то наподобие колобка такое желтое аж прямо дорогая мама спасибо за то что посещаешь меня каждую неделю и приносишь мне яблочные пироги Александр не очень хорошо себя чувствует в последние дни но он быстро восстановит свои силы сегодня мы открыли новую формулу которая может вернуть к жизни мертвые цветы ты можешь в это поверить я люблю тебя мам вот Александр лежит больной то есть это ему мы видимо и должны были укол сейчас сделать это его мы видели он заболел о еще кукла отлично так у нас три куклы девочки и две куклы мальчика нам нужно еще две куклы получается так вот кукла мы ее видели снаружи пугает что эти куклы с закрытыми глазами как будто мертвые прямо а кукла так и сидит там дети исчезают а кукла осталась ну отлично это получается последняя кукла будет сегодня произошло нечто особенное женщина с мужем пришли в приют для сирот и хотели усыновить ребенка она была очень красивая с длинными темными волосами а он был высоким и обаятельным они выглядели богатыми людьми монахи дали им давида самого мудрого ребенка в приюте давид рожден ой плохо видно рожден 16 сентября 1909 усыновлен 16 сентября 1916 информация о родителях отсутствует что это за такая алхимическая лаборатория чем они здесь занимались такое ощущение что здесь самогон гнали ну реально использовали детский труд для этого подпольно так все у нас есть все куклы опа и колокола а там у нас остров кстати говоря вот мы теперь можем туда попасть наверное хорошо тогда получается здесь нам делать больше нечего да здесь мы не пройдем закрыто давайте приключимся на лето мне как-то летом больше нравится чем зимой зимой слишком холодно так слушайте а здесь это было я если честно не помню потому что уже прошло довольно много времени с того момента как я записывал предыдущую серию предыдущие серии у меня были предзаписаны заранее так лодкой мы воспользоваться не можем мы мы на гробу поплывем а почему здесь вообще гробы валяются в воде прямо вот так там ведь никого нет в них да они пустые ну вот это странно рядом стоит лодка но мы поплывем на гробу это это очень странно даже весла смотрите ну ладно я поведаю тебе правду о том как Александр умер у Давида Александра никогда не было шанса поиграть вместе как это делают дети года назад до встречи с вами они жили в приюте для сироток маленький принц в Румынии затем произошла вспышка холера все сироты были вакцинированы только двумя шприцами один из них не был стерилизован именно им вакцинировали бедного Александра Давиду удалось спастись мы прошли с ним сквозь время как развивающиеся по ведру листья Александр навсегда останется в моем сердце вот что произошло с Александром вот что значат те два шприца и видимо наш персонаж не захотел делать укол Александру именно потому что он подумал то же самое что и я по поводу стерилизации шприца и поэтому он вколол себе так а мы сами будем о класс обожаю когда в играх дают самому поуправлять чем нибудь вот чем угодно лодкой, платом, машиной велосипедом хоть пару минут это уже классно любопытно мы можем обплыть этот остров по кругу или мы наткнемся сейчас на невидимую стену ну я вижу что нам нужно туда там типа как причал тоже есть но интересно заодно посмотрите что здесь сзади может быть еще икона будет да смотрите даже можем спокойно обплывать вокруг кстати записываю я теперь при помощи бандикама который уже исправил все свои проблемы с кодеками которые у него были раньше сейчас я протестировал он работает вроде как довольно неплохо потому что на windows 10 OBS которую я использовал до этого работает намного хуже чем на восьмерке и мне уже не нравится как она работает я начал искать другие способы записывать видео вот сейчас тестирую бандикам если что-то будет с видео не так потормаживать будет или что-то еще я буду продолжать тестировать чтобы исправить проблему так а здесь происходит какой-то ритуал гроб слушайте это ведь александр получается это он умер и там его отпевают там мы не пройдем александр так мы ему положили в гроб вот этих кукол может быть эти куклы символизируют как бы его друзей чтобы они были с ним ам что дальше что это за бабочка это не бабочка это робот какой-то это кибер бабочка смотрите даже крылья у нее какие-то не настоящие это как-то не вписывается в атмосферу всей игры какая-то кибер бабочка святой лик я часть твоей невыразимой славы хотя и ношу шрамы своих грехов о господь наблюдающий за детьми в настоящей жизни и в будущем мире из-за их чистоты и невинности ума обеспечим хорошее место на небесах заставь их жить в местах что излучают свет и где живут духи праведников так смотрите когда я дергаю процессия продолжается как только я прекращаю дергать время как бы замирает так я могу быстро дергать да вот быстрее они пошли видимо я должен так дергать чтобы завершить процессию все а все а нет не все а и и и и и и и и и у вас трое мы троица для них легион так ну вроде больше ничего не происходит то есть все его похоронили так Это обломки табличек С именами получается, да? Но почему они сломаны все? Давид помог мне найти имена семей демонов За его играми в маленького принца скрывалось невыразимое горе Неожиданная смерть брата Так, а мы снова оказались Здесь, в доме Что нам нужно теперь сделать? У нас есть семь табличек, хорошо Воу, воу Что такое? Почему ты стал священником? Из-за моей любви к Богу Мне за бабочкой нужно следовать, да? Это, видимо, флешбек был только что Бабочка меня сейчас приведет куда-то Ты еще смеешь говорить о любви? Как насчет твоей любви ко мне? Ты ничего не понимаешь Речь идет о чем-то большем, чем я Это, видимо, та девушка, которую мы с вами уже считали Которая его полюбила Оставь меня в покое Пожалуйста Мы пытались ее удержать Чтобы она нас не бросила Я сказал, оставь меня в покое Остановись Куда ты собираешься? Ну, я так понимаю, все Она разрывает отношения Ей не нравится, что Мы стали священником И она хочет уйти На кладбище Оставь меня А если она хотела уйти Почему она побежала на кладбище? Почему она не пошла Ну, к воротам туда, на выход? Почему кладбище? Куда она бежит? Она не просто шла Она прямо бежала куда-то Пожалуйста Не делай этого Так, а это кладбище было таким большим? Что-то я немного даже как-то запутался Вроде бы было маленькое совсем кладбище И там, смотрите, куда-то можно пойти Остановись! Пожалуйста! Вот там какая-то постройка Она по-любому туда бежит Или нет? Или нет? Да, именно туда Так, и туда, смотрите, по идее Можно пройти Ты все еще не понимаешь Мы потеряли все Мы потеряли все, Авраам Все Я просто не могу больше терпеть эту боль Самоубийство Какой же неисправимый эгоистичный поступок То есть она покончила с собой, да? Интересно, туда мы можем пройти? Сейчас я боюсь это еще что за место такое вот сюда она упала хотя как она могла туда упасть она должна была упасть куда-то вообще вот на перила туда переломать себе позвоночник потом вообще сюда куда-то рухнуть сколько крови так мы можем что-то сделать со скафандром а к алтарю я не могу туда подойти нет так слушайте а мы что сейчас оденем скафандр и вот под воду нырнем туда куда кровь с алтаря тоже там кровь стекает туда то есть это не ее получаться кровь наверное давайте посмотрим здесь воняет о боже ужасная зловония смерти дьявол искажает реальность где мы оказались вообще у меня прям такое ощущение смотрите знаете на что это похоже будто бы мы в чьих-то внутренностях вот только посмотрите на эти стенки как-то как-то вообще все очень странно это что зубы мы можем сюда пойти можем наверх пойти давайте сходим сюда вы слышите эти звуки какие-то адские прямо звуки это мне напоминает игру огонь и слушайте это ведь мы это ведь мы ну давайте наверх поднимемся посмотрим что там это какая-то жесть просто прямо от какой-то адская реальность как бы искаженная такая ой 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 о там смотрите там нужно применить табличку то есть у нас таблички все поломаты видимо вот кусочек всегда будет один таблички висеть на месте а нам нужно 2 применить хорошо давайте тогда осмотримся вначале здесь хорошенько потом уже это сделаем с любовью от абраган а это музыкальная вот этот давайте ее и послушаем сразу как ее цилиндр музыкальный в общем то что творится это безумие александра мы должны остановиться признай как бы мы ни старались ты все равно не сможешь забеременеть ты бесплодная прости но возможно такова воля божья не отчаивайся всякий раз когда понадобится моя помощь напиши я вышлю тебе денег тебе нужно время чтобы излечить свою душу нам нужно немного времени сегодня мы перестанем причинять боль друг другу мы прекратим отправлять подобные записи снова прощай александра господи помилуй наши души ну вот эти вот стоны эти крики меня просто вот вымораживают прям вообще а здесь тоже нужно таблички проставлять тогда давайте хорошо пойдем по порядку там ставить а еще таблички смотрите здесь феликс ой жесть какая как он изуродован он словом солнце творивший все сущее из небытия в бытие он летающий на крыльях по воздуху дьявол господь упрекает тебя а видимо мы провели просто над ним ритуал что это такое это же как шкатулочка наша да который мы меняем время года может она как-то улучшилась теперь понятно теперь что это заблички как мы ими будем именно пользоваться то есть элая мы делаем это великое божественное святое призванное призвание и мольбу о дьявол для твоего изгнания как и этот упрек за твое полное уничтожение сатана хорошо два еще пять осталось сара о вечный бог который искупила рот человеческий из плена дьявола избавь раба твоего от всех дел нечистых духов так ну здесь вроде бы все правда в этом скафандре в этом шлеме не очень удобно осматриваться обзор ограничен очень но по-моему здесь все ой 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 какого черта э уф Страшно, не так ли? Тебе не следует бояться Выходя за рамки реальности, ты понимаешь, что страх для тех, кто видит лишь материальный мир Но ты, ты можешь видеть больше Ты можешь видеть мой мир Слушайте, а ведь я... Кстати, нам осталась только одна икона, остальные мы все понаходили, отлично Я ведь, во-первых, не все там сделал То есть, там было еще одно помещение, где мы должны были использовать таблички Значит, мы туда еще раз попадем, по-любому Это во-первых Во-вторых, по поводу того, что мы мертвы Может быть, мы действительно мертвы Я уж об этом думал, как вы помните Возле ворот Там снаружи Там стоят люди Которые на нас никак не реагируют И вообще, время как будто замерло То есть, они не двигаются Никто на нас не реагирует вообще Нас как будто бы просто не видят Так что подтверждается моя теория о том, что мы мертвы Скорее всего, так и есть Но мы узнаем это уже в будущем А на сегодня, ребята, это все Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх Как обычно, с вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока